Вот в прошлый раз у нас называлось «Чудеса земные», и мы там рассказывали про всякие проблемы, которые стоят перед наукой в части освоения управляемого термоядерного синтеза, совершенно чудесном эффекте Мисс Бауэра, он совершенно чудесный вообще только для людей, посвященных вот такие вот науки, чудесный своей простотой и своей высокой точностью. А сейчас будет о чудесах небесных, в общем-то, об очень важной, но не зависящей от нас вещи, важной для нас, потому что без нее мы существовать не можем, то есть, о Вселенной мы поговорили, о рождении Вселенной, о творении мира, был такой разговор у нас, да? А вот чудеса небесные, о том, как звезды работают, как они живут, и вообще, чем кончается их жизнь, и когда кончается, от чего. Ну, вообще говоря, давно ушло в прошлое такое легендарное время, когда официальная наука утверждала, мир вечен, не сотворен и будет существовать вечно. Теперь уже наука говорит, что мир не вечен, он был сотворен когда-то, лет ему не так уж и много, от 6 до 30 миллиардов, не так уж и много. Вот, и когда будет очень много, он, может быть, станет скучным, серым, холодным, таким вот неинтересным миром, а может быть, вот это вот расширение Вселенной сменится с сжатием, и мир опять схлопнется в точку, такое будет красивое событие превращения всей Вселенной в одну большую черную дыру. Ну, это тоже еще не факт, что так получится, хотя такие мнения существуют. Все зависит от каких-то там коэффициентов, каких-то там плотностей материи во Вселенной, которые трудно определить на данный момент, потому что не всю материю мы видим. Мы видим только то, что светится или мешает светить, но не сильно мешает, поэтому, значит, лучи пропускает. Помните, мы видели фотографию Млечного Пути, на ней были темные пятна. Это какая-то темная материя, не пропускающая свет. А есть еще ведь нейтрино. Нейтрино в огромном количестве болтается во Вселенной. И хорошо, если они не имеют массы покоя, так же, как и гамма-кванты, квант электромагнитного поля. А если имеют хоть маленькую-маленькую массу покоя, тогда все. Тогда вот мы схлопнемся и опять превратимся в точку. Значит, будет обещанный конец света случиться. Вот какие вот дела происходят на белом свете. А вот что будет, если конца света не состоится, не начнется повторное сжатие Вселенной? Это будет очень такая любопытная, но совершенно скучная жизнь. Вот давайте я вам про нее расскажу. Звезды будут медленно-медленно выгорать, тухнуть. Не будут образовываться новые звезды. Сейчас украшением нашего звездного неба являются звезды-короткожители, скажем так. Такие звездочки, как Солнце, они, конечно, замечательные, уютные объекты, но они очень близко от нас находятся. Ну, вот, чтобы нам видеть, надо, чтобы близко была звезда. Ну, Солнце, понятно, самая близкая к нам звезда, ее нам видно очень хорошо. Вот, не то слово. А те звезды, что подальше, ну, в основном мы видим гигантов, сверхгигантов, невооруженным глазом. Большие звезды на небе. Всякие там Веги и прочие другие звезды. Звезды короткоживущие они, короткожители. Десяток миллионов лет, другой десяток миллионов лет, и все, отгорела эта звездочка. Вот, вот они в основном такие звезды. Не из чего будет образовываться новым звездам. Все будет уже использовано. Вселенная еще будет более разреженной, чем сейчас. Трудно будет встречаться с этими газопылевыми облаками для зарождения новых планетных систем, новых звезд, вот таких вот событий. Земля будет постепенно остывать. Радиоактивный распад, который идет в недрах Земли и греет нас изнутри вот этим вот теплом, он будет затухать. Когда-то ведь был очень, мир был очень радиоактивным. Он был таким радиоактивным, что представить трудно себе. Я сейчас вам расскажу. Например, в местечке Акло, это где-то в жаркой Желтой Африке, по-моему, в республике Габон. Так вот, в местечке Акло залежи урана есть. И вот в этих залежах урана, когда-то в старые давние времена, так получилось, ну, там такая была большая концентрация урана, что началась цепная ядерная реакция. Она достаточно долго шла. Ну, то есть, такой был процесс, типа, нагревается, вода бьет фонтан пара, какой-нибудь там гейзер был. Это было очень давно, там какие-то большие миллионы лет тому назад, в те времена, когда изотопный состав был другим. Сейчас нужные изотопы урана уже распались, их стало меньше концентрация, соответственно, меньше стало. Больше нужна степень обогащения урана. А раньше он случайно в кучу свалился, там уран, всякие его соли там урана свалились в кучу в каком-то месте. То есть, осели, линза, как называется, такая вот, образовалась из этих осадков и заработал природный ядерный реактор. Вот какие вот были когда-то времена. А сейчас уже времена не те, земля похолоднее стала, меньше стала сейсмической активности. А придут времена, и дрейф континентов прекратится, потому что сейчас из глубины поднимаются теплые потоки вещества, там где-то внутри. И вот мы медленно разбегаются континенты, а в других местах нам разбегаются. Понятное дело, что на земном шаре нельзя так, чтобы все друг о друга ударялись при прежних размерах земного шара. Такая скучная будет жизнь. Горы рассыпятся, будет такая, шарик такой будет, пустыня. Легкие молекулы убегут из атмосферы. Ну, в общем, какое-то такое апокалиптическое видение я вам рассказываю. Ничему совершенно, правда? Давайте лучше поговорим о красивом, о звездах. Вот у меня есть картинка, которая изображает наш Солнце. Это фотография Солнца, солнечного диска, полученная в рентгеновских лучах. Обратите внимание, ну вот я вам покрупнее его покажу. Вот он, диск Солнца, видно его краешек диска Солнца. Вот он диск, вот он кругленький. И на нем такие несколько ярких пятен. Эти яркие пятна, это на самом деле то, что называется темные пятна на Солнце. Есть на Солнце такие места, где пятна темные. Где там происходит такое активное перемешивание вещества Солнца. И так получается, что вот в этих местах там чуть-чуть похолоднее поверхность Солнца, чем в других местах. Они кажутся земному наблюдателю более темными. А вот это вот в рентгеновском диапазоне, это наоборот яркие вспышки. Места ярких вспышек. Что это такое? Откуда они берутся? Дело в том, что в районе этих темных пятен солнечных, да, в районе солнечных пятен, вот так это называется, там наружу вылезают, так сказать, пучки магнитных силовых линий. Вот на эти магнитные силовые линии навеваются электроны горячие. Представляете, что такое? Навевается электронно-силовую линию. Ну, знаете эту историю про то, что заряженные частицы, двигаясь в магнитном поле, будет испытывать силу, значит, действующую на нее со стороны магнитного поля, направленную перпендикулярно к скорости, да? Она перпендикулярна к скорости и перпендикулярна к магнитной силовой линии. Вот так вот будет направлена эта сила. Вот, и будет электрон двигаться по кругу или, в общем случае, по спирали. Так вот, движущийся ускоренный заряд, он что делает? Излучает. Есть такой вот вывод из уравнения Максвелла. Так вот, такая большая энергия у этих электронов, что они излучают ее в рентгеновском диапазоне. Это называется синхротронное излучение, и вообще, говорят, человек его у себя на Земле использует, потому и название такое синхротрон. На синхротронах впервые вот у нас наблюдалось такое, у нас, у землян, такое излучение. Движется по круговой орбите электрон в этом самом ускорителе, который называется синхротрон, и излучает себе рентгеновское излучение. Ну, вот это вот синхротронное излучение используется для всяких экспериментов, для рентген структурного анализа, ну, таких вот всяких вещей, для опытов на живых организмах. Вот так вот. А тут вот, пожалуйста, солнце все это светится. К чему я этот разговор завел про пятна на солнце? Оказывается, солнце это огромный термоядерный реактор. Это сейчас понятно стало, ну, так как и другие звезды. Дело в том, что еще в 19 веке люди ломали голову, причем так очень откровенно ломали ее, потому что до такой степени откровенно, что совершенно бесполезно было ломать голову, не находили причин, по которым солнце может излучать такую большую энергию, которую она излучает. Считали, а вот если бы солнце целиком состояло из первоклассного каменного угля, насколько бы времени хватило бы ей гореть, ему, солнцу, то есть гореть. Ну, получалось, что очень быстро должно прогореть солнце. Единственная, так сказать, обоснованная теория свечения солнца, это была теория его сжатия. Вот, говорит, солнце постепенно сжимается под действием, ну, под действием сил притяжения сжимается. Как известно, когда сжимается газ, он нагревается. Вот так вот сильно солнце сжалось, особенно плотные внутренние слои сильно сжались, что они сильно нагрелись. И вот это тепло к нам доходит. Прикидывали, изучали этот вопрос. Значит, была даже такая цифра, называлась, что-то несколько, по-моему, миллионов лет, за которую за это время солнце должно было сжаться от размеров, значит, орбиты Земли до современных размеров. Ну, ясное дело, что при этом не учитывал, что ближе, чем орбита Земли, к Солнцу крутятся еще Венера, Меркурий. Ну, вот так вот. Вот это давали срок для развития жизни на Земле. Вот такой вот. Что иначе просто вот, ну, внутри Солнца вроде как жизни никакой не может быть. Да и внутри Солнца и планета не могла бы летать, она бы двигаться по орбите, она бы затормозилась и упала бы к центру Солнца. Ну, вот сейчас все эти рассуждения кажутся более-менее смешными, но раньше просто ничего другого нельзя было придумать, не было других источников энергии. Это вот уже в 40-е, 50-е годы, когда, я вот помню такое вот, всегда, когда вспоминают слезы, слезы гордости наворачиваются на глаза, когда в Советском Союзе испытали первую ядерную бомбу, и об этом стало известно, значит, в Америке, и в Америке об этом как-то так вот проблематично, с вопросительным знаком, значит, обсуждало эту тему, могут ли русские вообще создать ядерную бомбу, и была в газете «Правда» статья, и были такие слова. Значит, статья, в которой сообщалось об испытаниях ядерного оружия в Советском Союзе, «Тайны ядерного оружия больше не существует». Вот когда тайны ядерного и термоядерного оружия перестало существовать, стало сразу ясно, что Солнце может излучать, например, за счет распада урана, или синтеза более тяжелых элементов из более легких. Но в силу того, что в спектре Солнца спектральная линия урана никак не обнаруживает, себя не проявляет, там все водороды, гелии, вот такие вот вещи. Ну, решили, что это все-таки синтез из легких элементов более тяжелых. Ну, и, видимо, совершенно правильно решили, потому что это находит все больше и больше подтверждения. По-моему, первые, кто стал активно продвигать гипотезу о естественном возникновении Солнца и Солнечной системы, был Лаплас. Вообще, вот эту гипотезу возникновения Солнца и Солнечной системы раньше называли гипотезой Канта и Лапласа. Иногда три фамилии писали. Канта, Лапласа, Шмидта. Ну, Кант и Лаплас, это, сами понимаете, стародавние времена, а Шмидт, такой выдающийся человек с большой бородой, Отто Юльевич Шмидт, руководитель советского, так сказать, полярного ведомства, полярных исследований, редактор, один из редакторов большой советской энциклопедии, то еще, первого издания. Ну, в общем, такой очень эффектный, популярный человек, который даже еще в нашем поколении его хорошо знали, вот, уважали, как ученого. Вот, он тоже поработал над тематикой возникновения Солнечной системы. Нужно сказать, что из первых двух людей Канта и Лаплас, вот, Лаплас был математик. Лаплас был математик, один из творцов теории дифференциальных уравнений в частных производных. Вот эти вот уравнения в частных производных, такое длинное, скучное, не очень понятное название, предпочитают именовать более понятное уравнение математической физики, или урматы, ну, понятно, уравнение математической физики. Всякие такие уравнения, которые всякие такие сложные процессы описывают. Так он таким вот урматами-то и анализировал процесс сжатия туманности, вот, выделение из нее, значит, центрального, вот, ядра Солнца будущего. Вот, как-то оно начинает сжиматься. Ну, в ту пору думали, что оно светит за счет сжатия, да? Надо сказать, что сейчас перед решателями уравнения математической физики, вернее, не перед ними, а у них, есть такое замечательное орудие, как компьютер. Суперкомпьютеры, вот, теперешние настольные ПК, это вот по своим возможностям, наверное, вот, суперкомпьютеры 60-х годов, там, или даже 70-х. Вот, а есть еще более быстродействующие компьютеры, которые должны моделировать что-то такое очень емкое, объемное, например, обтекание крыла самолета воздухом. Ну, это такая вот вещь, за которую заплатят хорошие деньги. Либо, вот, возникновение Солнечной системы, это вещица, которую больших денег не заплатят, но можно попасть в историю науки. Так вот, до сих пор не удалось смоделировать возникновение Солнечной системы таким образом. Очень много принципиальных вопросов возникает. В частности, бывает, спутники не в ту сторону вращаются, в которую нужно было бы. В общем-то, тайна, почему именно на этих орбитах возникли планеты, да? Значит, как там раньше думали? Вот, сжимается это протопланетное облако, в нем возникают планеты Зимали. Я не знаю, как правильно поставить ударение. Некоторые говорят, планеты Зимали, да? Вот, это зародыши будущих планет. Там концентрация побольше, на этот зародыши начинают сыпать всякие астероиды, пыль всякая, камни оседать. Ну, в общем-то, вроде как, именно таким образом Земля-то и возникла. Все за это говорит. Все за это говорит, например, что огромное количество вот этого вот вещества, которое содержит все, что содержит метеориты, вот, сплотилось в огромный шар, и в нем начинается процесс. Более тяжелые элементы начинают оседать вниз, более легкие чуть-чуть всплывать. Более легкие элементы это какие? Водород, углекислый газ, метан, вот, углеводород. Вот они начинают выделяться, там, аммиак и так далее. Вот, они начинают изнутри выделяться, подниматься. Может быть, поэтому и говорят, что в течение всей истории Земли происходит формирование залежей жидкого углеводородного сырья. Это такая длинная, обтекаемая фраза, называется нефть, да? Вот до сих пор существуют две такие вот модели, две модели возникновения нефти, одна из них органическая, причем как-то по моим понятиям очень необоснованная. И как это так вот возникла нефть из осадочных пород? Мне, например, совершенно непонятно. Я знаю, как пахнет свалка, я знаю, что на болоте есть болотный газ. Все это такое вещи, которые называются метан, CH4. Ведь, простите, нефть, а в нефти есть мазут, битум, тяжелые фракции. На свалке что-то не образуется. Вот как это и почему, вот не совсем понятно. Вот, может, все-таки это связано с просачиванием из глубинных слоев. Вот такая вот модель, она очень опасная для торговцев нефтью. Может получиться так, что все поверят в это и не станут волноваться насчет иссякаемости запасов нефти. Нет, волноваться нужно все равно, потому что человечество явно быстрее нефть использует, чем она образуется. Сейчас по-любому волноваться надо, даже если нефть вот такого вот неорганического происхождения. Ладно, мы что-то к нефти перешли, а нефти может у нас будет другой случай поговорить. Потому что мы еще собрались про биологию с вами беседовать. Это как-то вот через пару передач. А вот про звезду. Все зависит от звезды, все из одного и того же теста замешаны. Из того, что болтается в космосе. Называют так пыли газовой туманности. Ну, насчет пыли я не очень себе представляю, сколь велика роль пыли в формировании Солнца. Потому что, скажем, в верхних слоях солнечной атмосферы, излучений которых мы, значит, принимаем земными источниками, в них, в общем-то, тяжелых элементов очень мало. А пыль, это все-таки что-то такое, начиная с углерода, наверное, правда? А там ничего такого нет. Особенно. Все водород да гелий, водород да гелий. Вот из водорода, из огромного водородного облака начинается путем сжатия этого облака формирование звезды. Какая звезда получится, как она будет выглядеть, какая длиннейшая жизнь, все это зависит от объема этого облака, количества газа, которые попали в этот вот, в процесс сжатия. Ну, действительно, звездочки пока сжимаются, просто разогреваются, немножко подогреваются. Если они подогреваются совсем немножко, то есть масса их невелика, они так и не загораются. Их формирование остается на стадии протозвезды, называется это протозвезда. Совсем маленькие, совсем маленькие облака, значит, сжавшись, так и остаются черными карликами. Они просто действительно излучают за счет вот той вот тепловой энергии, что получается в процессе сжатия. В них термоядерный синтез, для которого нужны большие плотности и большие температуры, не идет. А большие плотности и температуры нужно для того, чтобы была достаточная вероятность слепаться протоном там всяким друг с другом, протоном с гелием встречаться, слепаться, и образовывать более тяжелые элементы, да, выделять энергию. Но, о чудо, мелкие, такие желтовато-красноватые звездочки загораются на небе, и очень долго и тускло горят. Ну, долго и тускло, это вот такое вот слово, знаете, псевдопоэтическое, потому что это солнце, например, вот такой вот желтый карлик. Вот это вот самое такое вот нами любимое создание, солнышко наше. Горит очень долго, но плавно, без всяких таких резких изменений своего горения, резких изменений, и горит до тех пор, пока все в ней не выгорает, вся энергия. Постепенно это горение сходит на нет. Дело в том, что от дальнейшего сжатия солнце наше предохраняется вот внутренним давлением света. Свет изнутри давит на солнце, на наружные слои атмосферы солнечной, и не дает им внутрь падать, да, понимаете как? Если бы выключить вдруг термоядерный синтез, то ничто бы не мешало падению атомов на центр солнца. Они бы падали, падали, солнце бы сжималось, сжималось, разогревалось бы, разогревалось бы. Вот. Но как только оно разогреется, опять же, давление внутренних слоев будет мешать им падать дальше внутрь. Вот они будут разогреваться. И вот когда иссякнут источники энергии у нашего солнышка, а случится это очень-очень нескоро, у нас запас несколько миллиардов лет еще, вот, то начнется сжатие. И солнышко более или менее тихо, более или менее плавно, без заметных катастроф, превратится в белый карлик. Ну, без заметных катастроф, это, так сказать, без заметных через несколько миллиардов лет. Вот, да, вот так туда глядя. Ну, на самом деле, все это будет так соприкаться там всякими, там, изменениями ее солнечной активности. Понятно, кризис старческого возраста такого солнечного сожмется и будет белым карликом. Маленькая плотная звездочка. Веществок белого карлика будет очень тяжелым. Там, типа, несколько тонн в кубическом сантиметре, вот такая вот плотность. Вот при такой вот плотности, все-таки там идут еще какие-то термоядерные реакции, и белый карлик белым светом светит. Самый, по-моему, по моим представлениям читателей популярной литературы, изученный белый карлик, это спутник Сириус. Вот Сириус, на самом деле, двойная звезда, и вокруг него летает по вытянутой эллиптической орбите спутник белый карлик. Вот такая вот история у него с белым карликом у Сириуса. Будет сейчас гореть и гореть. Пока либо, вот дальше у белого карлика два пути. Два пути дальше у белого карлика. Один путь такой, все выгорает, и он превращается в черный карлик, большую такую темную массу, ну, планету, можно сказать, звездочку. Все, значит, уже она загорела. Масса ее почти такая же, как у Солнца, но почти такая же. Все равно будет сохраняться у нее планетная система этой потухшей звезды, которая будет медленно излучать в инфракрасном диапазоне. А может, масса будет достаточно большой, чтобы устроить небольшой взрыв, взрыв сверхновой звезды. Вот как-то так вот, да? Вот, иная судьба у гигантов. Судьба у них короткая, но яркая. Бывают гиганты и сверхгиганты. Все зависит от их массы. Вот, ну, а по нашим понятиям, гигант от сверхгиганта, знаете, чем отличается? Отличается своей дальнейшей судьбой. Гигант, прогорев за десяток-другой миллионов лет, взрывается, начинается процесс такой сжатия взрывной. Вы представляете себе, наружные оболочки падают на центр звезды, да? Вот падают они, там все сжимается. Нагревается наружная оболочка вот этим вот энергии, которая выделяется в процессе сжатия. И нагретая оболочка снаружи улетает. А тут слишком насильно нагрелась, они, значит, разбрасываются, улетают, образуется так называемая планетарная туманность. Что такое планетарная туманность? Дело в том, что в 19 веке самым популярным занятием у астрономов был поиск новых комет. Вот это такой был спорт. И сейчас некоторые люди этим спортом занимаются, вот астрономы-любители, например, у них главное такое занятие, это кометный патруль. Ищут кометы, которые вот, новые кометы прилетают. Ну и что им мешает? Мешает. Им мешают всякие туманности на небе, туманные пятнышки. И вот были такие добрые люди, которые в свое время составили каталоги туманности. Месье такой был, это фамилия такая, Месье, французский астроном. Ну, господин, значит, по-нашему. Вот, он составил каталог туманности. Там вот многие галактики, туманные пятнышки такие на небе, они до сих пор фигурируют под теми номерами, которые им дал Месье. А есть туманности очень интересные. Они напоминают планету. Такое вот круглое пятнышко, идеально круглое пятнышко на небе. Если приглядеться, оказывается, что это не просто пятнышко, это колечко. Колечко, иногда в центре колечка видно звездочку. Это вот называется планетарная туманность. Как это вот, я вам сейчас про взрыв звезды говорил. Вот он, гигант, сжался. Ба-бах, сжался. От сжатия наружную оболочку сбросило. Энергии, которые тепловой изнутри излучалось, ее сбросило, она стала расширяться во все стороны. Вот как ударная волна. Знаете, так вот от взрыва. Расширяется во все стороны. Она разбегается, эта планетарная, вот эта вот звездная, так сказать, газовая оболочка. Расширяется, расширяется, расширяется. И мы на нее смотрим, на эту звезду, через вот такой вот пузырь газовый. Газовый пузырь. Это, конечно, сказано очень условно. Плотность в этом газовом пузыре совершенно ничтожная. Ну, смотрим на нее вот насквозь, на саму звезду. Там почти газ и не мешает, да. А вот эти края, как мы видим этой туманности, да, там же толще для нас прохождение газа. Она к тому же еще светится. Светится она рассеянным светом. Свет, который рассеивает, свет это своей звезды, которую она рассеивает. Вот мы и видим в рассеянном свете этой звезды, вот эту планетарную туманность. Так вот устроен мир. Вот это называется планетарная туманность. А сама, сам гигантик становится белым карликом. Вот опять все туда же. А вот у сверхгиганта, у него все не так. Он такой большой, что одной планетарной туманностью дело не кончается. И белым карликом он сжимается. Естественно, тут и взрывы, и все, что угодно, и сбрасывание оболочек. И такое большое, емкое остается, да, большой объем вещества остается, что при его сжатии образуется или нейтронная звезда, так называемая. Я вам про это дело немножко намекал. Значит, такая большая плотность вещества, такое большое давление в нем, что электроны втискиваются в атомные ядра. Ну, так вот я вот говорю, как могу, да. То есть, на самом деле, происходят ядерные реакции между электронами и протонами. Электрон, он кто такой? Барион он, да. Он, простите, протон. Он барион, и он положительно заряжен. А кто такой электрон? Он лептон, и он отрицательно заряжен, да. И вот они вместе, что же у нас тут получается? Должен получиться барион, лептон, и суммарный заряд всех частиц, получившихся, должен быть ноль. Ну, действительно, получается нейтрон и нейтрино. И нейтрино, получается. Нейтрино, значит, благополучно улетает куда-то. Значит, нейтрино ничем не остановишь. Вот, а тут все остается на месте нейтронной звезда. То есть, получается огромное атомное ядро радиусом нескольких километров. Еще тут огромные магнитные поля. Все это тут вращается, светит. Если рядом окажется, имеется еще какая-нибудь звездочка маленькая, да ей так вот приведется в момент взрыва, в момент, когда сброшена наружная оболочка, скорость ее движения относительно вот этой вот главной звезды замедлится. Она упадет на более низкую орбиту. За счет приливных сил ее начнет разрываться. С нее начнут стягивать оболочки, покровы, всасывать к этой нейтронной звезде. И нейтронная звезда превратится в так называемую черную дыру. Это загадочное такое образование. Честно говоря, ну, ее нельзя увидеть, эту нейтронную, эту черную дыру. Скорость, необходимая для того, чтобы покинуть поверхность такой звезды, она в большей скорости света. И поэтому свет оттуда вылететь не может. Он там и остается. То есть он движется, там движется, так сказать, по кривым, да, по параболам. В таких случаях говорят, что пространство сильно искривлено в области черной дыры. Называется искривление пространства. Сингулярность такие слова. Нет, чтобы говорить, что свет, он материален и движется не по прямой. Нет, говорит, свет движется по прямой, это пространство кривое. Но это еще началось во времена, наверное, Лобачевского, который придумал идею искривленной поверхности. Это геометрия Лобачевского, это геометрия искривленной поверхности. Потом была геометрия Риммана, геометрия искривленного трехмерного пространства. И вот наши любимые физики-теоретики, которые занимаются космологией, они как раз это искривленное трехмерное пространство и эксплуатируют во всем. Ну, что дальше-то будет с нейтронной звездой? Либо черная дыра, ей светит, да, светит, ей стать черной дырой, либо превратится вот в нейтронную звезду после этого. Ну, она тоже, по-моему, через стадию нейтронной звезды проходит, но превращается в черную дыру. Либо, если рядом соседки не оказалось порядочной, с которой можно ободрать оболочки, вот она так и остается нейтронной звездой. Пульсары такие есть. Есть еще один загадочный объект, который называется квазар. Квазизвездный объект. Квазизвезда. Квазар. Псевдозвезда, это значит. Это очень загадочные объекты. Вблизи Земли их нет. Они находятся очень далеко от Земли. Дело в том, что в спектре этих самых квазаров, в спектральной линии, очень сильно смещены в красную сторону. Ну, мы говорили с вами про расширение Вселенной. Я вам еще такую аналогию с раздувающимся шариком говорил, да? Те точки на шарике, которые далеко друг от друга отстоят, у них, значит, скорость удаления получается больше, чем те, которые друг от друга ближе находятся. То есть, красное смещение, это вот возникает при... Это эффект Доплера, когда источник и приемник удаляются друг от друга. Вот мы с ними удаляемся очень друг от друга, очень быстро. Они где-то от нас очень далеко находятся. Их называют квазизвездными, потому что в нашей астрономии они представляются точками. Но поражает такая вещь, что с одной стороны, они очень далеко, об этом говорят смещение спектральных линий. А с другой стороны, они такие яркие, что они должны излучать больше, чем целых, несколько галактик вместе взятых. Вот такой вот квазизвездный объект. Что же это такое сильный объект, и который так далеко от нас находится? Это вот не совсем понятно до сих пор. Все-таки, что это такое, никто не знает. По большому счету. Это какое-то загадочное состояние вещества. Можно строить модели, гипотезы. Я могу только пожимать плечами, больше ничего не могу сказать. Но вот замечательная вещь. Есть чего копать, есть что искать. Может быть, есть еще какой-то источник необыкновенной энергии. Можно найти, можно с помощью этого источника какую-нибудь новую бомбу сделать, например. Или наоборот, источник тепла для городов и сел. Есть такая замечательная диаграмма. Гершпрунга Рассела. Это вот о чем речь идет. Речь идет о связи между цветом звезды и ее мощностью, скажем так. Это называется абсолютная звездная величина. Абсолютная звездная величина. Сейчас я вам про звездную величину скажу. И про цвет тоже скажу. Помните, мы говорили с вами как-то раз про закон излучения абсолютно черного тела. Вот звезда – это очень хорошее приближение абсолютно черного тела. Любая звезда. Даже не черная дыра. И вот чем она горячее, чем больше температура, тем дальше, тем голубее ее излучение. Тем более коротковолновой, в более коротковолновой области находится максимум интенсивности ее излучения. Вот что такое, значит, голубые звезды, самые горячие звезды. Так вот, есть звезды, так и называемые главные последователи. Да, не сказал я вам, что по вертикальной оси отложено. А по вертикальной оси отложена так называемая абсолютная звездная величина. Вот смотрите-ка. Вот это вот десятичный логарифм отношения яркость звезды, или если хотите, так сказать, мощность звезды, к мощности солнечного излучения. Это вот ноль. Это значит единица. Вот это вот плюс пять. Это значит, в, боже мой, в десять в пятый раз мощнее, да? А это минус пять. Десять в минус пятый раз, значит, вот слабее, да? Вот. Вот это вот главная последовательность. Вот большинство звезд во Вселенной находится на главной последовательности. Вот. Есть звезды белые карлики, есть сверхгиганты, гиганты, субгиганты, то, о чем мы говорили с вами. И судьба их вся такая. Они вот так вот пересекают вот так вот в этом направлении. Их путь, их судьба лежит, да? А наша на главной последовательности медленно горящая звезда, на главной последовательности она постоянно холодеет и краснеет. А потом, значит, в самом конце сворачивает и в белого карлика. Вот так. Все-таки есть у нее такой вот поворотик. Да, но большинство звезд на небе, во Вселенной вернее, они как раз вот эти вот самые звезды главной последовательности. Спокойно, медленно горящие. Вокруг них могут быть, скажем так, условия более-менее комфортные для нашей жизни, да? Вот. Ну, вот тут тоже картинка похожая. Тут судьба звезды, да, изображается. Не будем очень сильно ее рассматривать. Пожалуйста, вот по-другому. Просто набором точек, да? Набор точек на этой вот. Это я, в общем, все мне же, знаете, что напоминает? Мне это напоминает корреляционное поле. Мы как-то давно-давно, когда я вас пытался учить математики, я вам рассказывал про линейную регрессию, корреляцию и так далее. Вот там вот тоже рисовали всякие точки, вот можно было, скажем, изучать зависимость роста и веса, да? А тут вот абсолютно и абсолютной звездной величины и спектрального класса. Вот. Значит, по поводу природы, природы тех процессов, что в звездах происходит, где какие есть мощности, вот где какие есть соотношения плотности и температуры, да? Вот чтобы шел термоядерный синтез, чем больше произведение температуры на плотность, тем лучше, да? Вот, чем больше произведение. То есть, грубо говоря, вот такая вот парабола, это вот на ней произведение везде одинаковое, да? Вот, вот чем дальше, тем горячее. Вот это как раз и есть звезды. Вот звезды, а все остальное, это наши установки, ну и разные типы звезд, да? А наши, это человеческие установки для получения термоядерной энергии. Вот так вот. Вот, вот что за процессы идут в звездах. Каков там синтез? Синтез из протонов гелия. Тут из протонов должны получаться диетоны, диетерии, да? При этом излучается один позитрон. Позитрон с электрончиком встречается, дают два гамма-кванта. Эти гамма-кванты, конечно, еще внутри звезды поглощаются и переходят в тепловую энергию, да? А протон с диетоном, это вот ядро тяжелого водорода, называется диетон, диетерий, вот. Дает гелий-3. А два гелия-3 вместе породнились, дали гелий-4. Два протона еще улетели. Короче говоря, суммарное выравнение этой реакции выглядит так. Из четырех протонов получаются четыре гелия и два позитрона, которые благополучно с кем-то там, значит, аннигилируют и дают гамма-кванты. Да, и совсем забыли, нейтрины еще получается в количестве две штуки. Вот так. Вот это вот таков вот суммарный процесс. Там достаточно много энергии выделяется. Этой энергии достаточно, чтобы создавать нам где-то комфортные условия на Земле, где-то невыносимую жару устраивать. Вот так. Нужно сказать, что Земля наша очень как-то умно устроена. У нашей Земли есть магнитное поле. Магнитное поле нас здорово выручает. Выручает оно нас здорово в том смысле, что частички заряженные, которые летят к нам из космоса, не очень горячие частицы. Они не могут преодолеть вот этот, говорит-то иногда, называть щит магнитного поля. Они начинают навиваться на силовые линии, и в районе полюсов куда-то там, значит, попадают в атмосферу. И вот, навившись на силовую линию, тормозятся, туда, значит, попадают. Вот посмотрите, вот они, спиральки. Это вот навивающиеся на силовые линии частицы, прилетевшие к нам из космоса. Они еще могут их перекидывать с силовой линии на силовую линию. Они так вот болтаются, болтаются. Это называется радиационные пояса Земли. Кстати говоря, и они были открыты первым спутником. Когда первый спутник запустили, ну, это было такое, как теперь вот рассказывают, как теперь рассказывают, это было сугубо такое политическое действие. Никто не верил, что у Советского Союза есть свои баллистические ракеты. Запускает Советский Союз баллистические ракеты в сторону Камчатского полигона, сообщает об этом Америке, говорит, вырут они все. Мы, говорит, следим за их полигоном в Волгоградской области, Капустин-Яр, никаких запусков там не было. Так хорошо наши засекретили свой новый полигон, который сейчас называется космодром Байконур, что американцы даже вот с ту пору не представляли, что с него, оказывается, какие-то могут запуски происходить. Вот какая была секретность. Ну, как показать, что давайте спутник запустим? Ну, давайте. И запустили спутник. На спутник, кроме передатчика, который пи-пи-пи-пи-пи передавал, бип-бип-бип, вот так вот передавали в то время словами. Даже персонажик такой был, веселый человечек из журнала «Техника молодежи», его звали бип. Он был похож, голова у него была как спутник. Вот. Так вот, кроме этого бип-бип, на нем стояла еще кое-какая аппаратура, в том числе счетчик заряженных частиц. И этот спутник, летая вокруг Земли, открыл радиационные пояса. Во! Первые советские спутники сделали это открытие. Оказывается, вот каков механизм образования радиационных поясов. У нас есть вот радиационные пояса Земли, которые влияют на радиосвязь. От них, в частности, может идти отражение радиоволн, там же заряженные частицы, заряженные всякие проводящие, да, проводящие поверхности, проводящие материалы. Они же отражают радиоволн, это вы знаете. Вот. Ну, плюс к этому, когда аппаратура спутников, которые пролетают через радиационные пояса, неположительно ведет себя, могут возникать отказы. Были опыты по взрывам, там где-то на больших высотах ядерным. Так вот, в этом случае, частицы, вылетевшие из ядерного взрыва, заряженные частицы, они, значит, вот заполняли собой эти вот радиационные пояса, насыщали. Вот сильные были радиационные пояса. Чувствую, я пришла пора прощаться. Время наше близится к концу. Ну, конечно, тема физики, она еще не исчерпаемая. У нас в будущий раз, знаете, какое название будет? Прощание с физикой. Для некоторых это вообще радостный момент, когда все, больше физику учить не будем, это ненавистная наука. Ну, мы же вас и не учили физике, так рассказывали о ней. Вот вы знаете, что такое прощание с физикой. Оказывается, что с ней не простишься. Она все время остается с нами. Праздник, который всегда с нами. Вот так вот. Всего доброго вам. До свидания.